добрый вечер добрый вечер у нас сегодня 15 марта середина первого месяца и сегодня мы продолжаем эту интересную идею прочитать серию лекции по информационной работе по тому как работать с событиями с текстами добрый вечер черкните пару слов слышно видно нормально хорошо ничего там не сбоит не сквозит не мешает и двинемся сегодня такая интересная тема более инструментально и более такая есть на чем подумать и сегодня мы с вами поговорим о том как писать тезисное сопровождение как вообще раскладывать любые длинные тексты на тезисы и как на основании этих тезисов писать справки то есть для того чтобы влиять на людей надо длинные тексты перепаковывать в короткие справки служебный документооборот он строится на справках написать служебочку и доложить на бумаге чтобы были бумажные следы в случае если будет расследование будет разбирательство да оставить бумажный след это очень важная часть управления да очень важная часть документооборота и служебная записка или справка информационная справка это сильнейший управленческий инструмент который многими людьми не до оценивается и не используется в рамках движения своей структуры да и в связи с этим я на этот инструмент хочу обратить внимание но поскольку мы с вами занимаемся информационной работой с населением а вчера мы с вами говорили о том как анализировать новости да и не впадать в уныние то сейчас мы пойдем дальше сделаем следующий шаг мы посмотрим на разные события события да это то что в яндекс ленте или ленте рейтерс до расписано как произошло такое-то событие там то там то там то возможно описаны какие-то персонажи то есть какое-то действие первого логического уровня либо к действиям первого логического уровня что такое первый логический уровень кто не знает это туловичный уровень это когда расписываются действия какого-то туловища ну например да когда был президентом дональд трамп то была такая новость туловичного уровня дональд трамп сделал заявление после ракетного удара 59 томагавками по авиабазе в сирии например да и здесь это событие расписано в новостях как туловищная первый логический уровень где туловище президента соединенных штатов америки сделала какое-то заявление есть новости 2 логического уровня который называется процессный да это не про туловище это ну например описание каких-то процессов например товарооборот между россией и китаем достиг каких-то пределов там не описывается туловище там описываются процессы которые более долгосрочные то есть дональд трамп сделал заявление в какой-то конкретный день а товарооборот между двумя странами это процесс за год Это процесс. Есть еще третий логический уровень, он называется ценностный или концептуальный, и он описывает в новостях, и он описывает, например, какие-то абстрактные понятия. Ну, например, либерализм рушится. Либерализм завершает свое существование. Протестантская этика капитализма дискредитирует себя. В данном случае речь идет о процессах очень большого горизонта планирования, потому что либерализм – это явление абстрактное, которому как минимум 300-400 лет. То есть процесс выторга – это год, второй процессный уровень, а абстрактное – коммунизм, социализм, троцкизм, марксизм, вот эти все описания, цивилизационные какие-то вещи. Вот где горизонт планирования больше 100 лет – это уже к вопросу ценностей, концепций. Вот это понятие трех логических уровней, оно очень важно для того, чтобы анализировать тексты и события. Я хочу начать… Это я так, вскользь легкую такую теоретическую штучку задвинул. Задвинул, но я хочу начать сегодняшний разговор, знаете, с чего? Я хочу его начать с вчерашней нашей лекции, где расписаны некоторые комментарии, и я хочу коснуться одного комментария достаточно интересного, который можно разобрать. Значит, тема сегодняшнего занятия – это тезисное сопровождение. Давайте сразу разберем теорию, в чем смысл тезисного сопровождения. Обычно люди, которые говорят тексты или пишут свои комментарии, или делают публичное выступление на ток-шоу, они говорят текст в потоковом виде. То есть, там есть огромное количество отклонений, есть какая-то сквозная мысль, и есть какие-то узловые мысли, которые, в принципе, нужно вычленить. То есть, если, например, послушать выступление какого-то политика на ток-шоу, то оно может занимать 10-15 минут. И если эти 10-15 минут не структурировать на тезисы, то, в принципе, у большинства слушателей, или обсуждаем, ну, вы, например, хотите взять и это 15-минутное выступление разложить на 5-8 пунктов тезисов, которые там сказаны. И справка, как инструмент тезисного сопровождения, она играет колоссально важную роль для того, чтобы разложить длинный, обтекаемый, с кучей причастных, деепричастных оборотов, с ответвлениями, с шмыганиями носом, с взглядами по залу. Вот этот весь мусор, всю эту воду, если отжать, то тезисное сопровождение – это краткие тезисы этих 15-ти минут. В качестве примера я хочу разобрать комментарий одного человека после вчерашней лекции, где Денис К. 19 часов назад написал «Какой интересный у Дмитрия патриотизм?». Я во вчерашней лекции дал определение патриотизма и рассказал, кто может считаться патриотом, кто нельзя. Я сделал это с оговорочкой на предмет того, что это мое мнение, если кто не согласен, может поспорить. И вот здесь человек берет и пишет свои возражения. Давайте мы вот это вот скопируем и разложим этот же комментарий вот здесь в тексте. Ага, а он не раскладывается. Давайте возьмем его просто текстом. Вот, например, вот так. Копировать. И в текст вставить. А, здесь просто надо поменять цвет. Вот так вот. Вот. И нужно увеличить размер. Вот. Какой интересный у Дмитрия патриотизм. Что-то тут с ошибочками. Траты на восстановление пролюбленного за 30 лет украинцами в своей стране. Куда отнести? Очень интересно. Смотрите, тут в принципе тезисное сопровождение уже есть. Уже можно, только разбирая 2-3 предложения, сделать тезисы, о чем здесь говорится. И самое важное составить психотип человека. То есть, мы с вами помним, что есть такое понятие, ключевые вопросы, с какими мы подходим к любому тексту, к любому событию, к любому явлению в новостной ленте. Мы видим человека, который, ну, в противоходе со мной комментирует мою вчерашнюю лекцию. И мы задаем вопрос, кто? Нам не важно знание паспортных данных, персональных данных. Мы по косвенным разведпризнакам определяем, кто. Потом мы задаем вопрос, что он сказал? Ну, когда? Где? Зачем? Для чего? Ну, зачем и для чего? Вроде бы один и тот же вопрос. Они различаются по тому, что этот человек сделал вынужденно, потому что у него функциональные обязанности писать такие комментарии. Или он сделал это ради удовольствия. Зачем? Ну, зачем ты это сделал? Этот человек сам принимает решение, зачем он это пишет. А для чего или почему? Да, ну, в общем, тут разница сразу не читается, но мы с вами понимаем, что кнут или пряник. С точки зрения кнута он это сделал вынужденно, а с точки зрения пряника он сделал это для удовольствия. Надо посмотреть, как эти вопросы правильно сформулировать. Зачем вынужденно? И для чего, если сам? И давайте разберем тезисное сопровождение. Какой интересный у Дмитрия патриотизм? Я там сказал, что бабки не на первом месте. Патриотом считается тот человек, у которого интересы общины выше, чем материальный ресурс. И человек, какой интересный у Дмитрия патриотизм, я бы тут поставил по грамматике восклицательный знак, он акцентирует внимание именно на ключевом тезисе, с которым он не согласен. Он не согласился с тезисом. Значит, пишем первое сообщение. Комментатор не согласен с тезисом о патриотизме. Вот какой интересный у Дмитрия патриотизм, мы распаковываем, и в чем смысл такого заявления? Да он не согласен. Он пытается его поднять, высмеять или каким-то образом опровергнуть. Понизить репутацию меня, и это понятно. Любая полемика, это понижение репутации оппонентов. И вот он первый тезис из этого комментария. Идем дальше. Второй тезис. Траты на восстановление пролюбленного за 30 лет украинцами в своей стране куда отнести? Комментатор не согласен. Смотрите. У него после слова патриотизм следующим предложением идет тоска почему? По материальным ресурсам, по-русски про бабки. Значит, у комментатора в шкале, даже не в шкале, в иерархии ценностей, деньги на первом месте. Не родина, которой несколько тысяч лет, и где Украина, Белоруссия, Россия, да и все страны по советскому пространству, это единая страна. Не дружба народов, не то, что это единый народ, не слова президента, что это один и тот же народ, который разделили и стравили. Ничего этого и близко нет. А что у него на первом месте после несогласия с главным тезисом? Бабки. Траты на восстановление пролюбленного за 30 лет украинцами в своей стране куда отнести? Вот, в принципе, ответ на вопрос кто. То есть, мы понимаем прекрасно, что человек, написавший этот комментарий, он не является патриотом по одной простой причине, что люди, живущие на территории большой страны, для него пустой звук. Бабки. А траты на что отнести? То есть, это бухгалтер, сидящий в экселе, который считает приходы и расходы. Его интересуют только материальные ценности. Сразу портрет хлоп и понятен, да? Идем. Третий тезис. Это мы с вами просто пишем тезисное сопровождение на простой комментарий под вчерашней лекцией. Больше всего уверен, что когда начнут сыпаться дома на территории России, мы еще многое услышим от новых граждан о криворукости русских, которые у себя-то... И тут, по-моему, не полностью у меня комментарий распаковался, да? Давайте посмотрим. Так, Нина Мартынова. Сейчас, 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 сейчас. Ну, интересная работка такая. Так, Владислав. Вот, читать дальше. Да, которые у себя-то порядок навести не могут. Вот, 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 вот еще текст, да? И мы его сейчас сюда перенесем, да? Вот, мы его сейчас сюда перенесем. Вот так. Делаем вот так. И, ну, скажем, вот так. Да. Которые у себя-то не могут. Да, вот так вот. У себя-то не могут, а со своим русским миром лезут на священные земли Украины. А то, что Россия в ущерб разбитию Сибири или других регионов будет восстанавливать разрушенно, это для украинца нормально. А то, что два Майдана привели к этому, это не в счет. От вас ведь ничего не зависело. Поэтому вы такие независимые, да? Вот этот вот кусочек мы можем тезисным сопровождением. Если вы обнаружили, да, что такое тезисное сопровождение? Это превращение большого куска текста в мем, в короткий афоризм, в короткое предложение или словосочетание, которое практически полностью выражает смысл сказанного. Вот мы берем вот этот вот абзац. Больше всего уверен, что когда начнут сыпаться дома на территории России, мы еще многое услышим от новых граждан. Новые граждан это украинцы. О криворукости русских, которые у себя не могут, а с русским миром лезут на священные земли Украины. А то, что Россия в ущерб. Ущерб это про бабки. Что на первом месте у человека? Бабло. Отношения с людьми ему вообще по барабану. Что делает этот человек? Вот этот абзац кратко можно изобразить следующим образом. Комментатор подыгрывает британским спецслужбам по стравливанию русских и украинцев по материальному критерию. Ему жалко денег, которые лично он и не вкладывал. Это первое. Правильно? Ну я правильно истолковал текст этого человека? Ну конечно правильно. Что он делает? Он стравливает русских и украинцев. Он считает, что война идет с Украиной, хотя и президент, и Нарышкин, и глава Госдумы неоднократно заявляли, что в данном случае речь идет о на территории Украины специальной военной операции. А ситицентрическая война гибридная, она идет с коллективным западом. Ну в конце концов хаймерсы делают же не украинцы. Правильно? Но человек это убирает. Он специально маскирует то, что в данном случае речь идет об освобождении исторических территорий большой страны. И поэтому он ни слова не говорит ни про польский контингент, он ни слова не говорит про спецназ Канады, Франции, США, Британии, Польши. Он ни слова не говорит о том, что мы в основном-то сражаемся с англоязычными и польскоязычными. Украинцев там уже меньше слышно речь. Об этом он ни слова не говорит, он стравливает, как и написано в некоторых темничках британских спецслужб. Ну правильно? Получается, он не согласен с тезисом о патриотизме, и это понятно. У него в иерархии ценностей бабки на первом месте. Какой же штамп патриотизм? И он стравливает русских и украинцев в одном только комментарии. Как вы думаете, вот это тезисное сопровождение, если его в справочку разложить, дает исчерпывающую информацию о том, кто сказал, что сказал, по поводу чего, где сказал, сам ли сказал, поскольку функциональные обязанности, как у тролля, чтобы отметиться, либо убежденный. Вот здесь, кстати, большой вопрос. Либо функционально, либо убежденный. Но я подозреваю, что если бабки на первом месте, то он очень быстро может перекраситься и писать комментарии в другую сторону, потому что, ну бабки же на первом месте. Какие там принципы? Вот простой пример написания тезисного сопровождения по простейшему комментарию, который после вчерашней лекции. И это инструмент под названием тезисное сопровождение. Чтобы развить эту тему, давайте глянем, сколько мы на этот комментарий потратили времени, чтобы раз эту тему развить по тезисному сопровождению, давайте с вами разберем еще одно выступление, но уже не комментатора, а известного политика, политтехнолога, человека, очень прокачанного, и я на самом деле очень уважительно отношусь к его интеллектуальным, ораторским и другим способностям, человек подготовленный. Причем подготовленный и у нас, и за рубежом. Это Дмитрий Потапенко. И я хочу поднять его небольшую четырехминутную цитату, которую он сделал семь лет назад. Это, по-моему, 14-й или 15-й год, как раз после Крымской весны. И здесь Дмитрий эмоционально, очень квалифицированно, очень подготовлено высказывает свою позицию по вопросу возвращения Крыма в состав Российской Федерации. И это занимает ровно четыре с копейками. Для того, чтобы, например, оппонировать ему на ток-шоу, или, например, написать справку, потому что люди смотреть ролики длинные просто физически не могут иметь времени, да? А для того, чтобы четко понимать, что там произошло, нужна справочка с тезисным сопровождением. Давайте напишем справочку и тезисное сопровождение по этому выступлению Дмитрия Потапенко. Я очень уважительно к нему отношусь, подчеркиваю, я не буду его сейчас здесь сильно дискредитировать, я просто нейтрально, воздавая должное его интеллектуальным и другим способностям, я отвечу на те же самые вопросы. Кто, что, когда, зачем, почему, да? И распишу в тезис, на что он сказал. Давайте я сейчас включу это выступление, распишу в тезис, на что он сказал. Да, сейчас моя речь закончится, чтобы не было... А, или я микрофончик свой сейчас приглушу. Да, и мы сейчас с вами попробуем... А, или я микрофончик свой сейчас приглушу. Да, и... И мы сейчас с вами попробуем... А, или я микрофончик свой сейчас приглушу. Да, и... Дмитрий, а вы что думаете по этому поводу? Каким путем нужно идти в развитие Крыма? Вы знаете, вся эта шумиха с присоединением Крыма или его аннексией, неважно, каким образом, кто, какая сторона из них как оценивает. Ну, это обычная экономика, я уже много раз говорил, нет, не существует никакой политики. Политика это перепачканная в Гуана экономика, значит, там все банально и цинично. Мы забрали фишку с поля, которая просто никому не нужна была. Это была договоренность между трех руководителей стран. А там чисто экономический интерес Газпром, если будет прокладывать свою трубу по, собственно говоря, по нейтральным вводам, это 56 миллиардов. Если он начнет прокладывать, а он ее уже начнет прокладывать по Крымскому перешейку, он сэкономит 20 миллиардов. Речь сейчас идет про южный поток. Да, да, южный поток. Напомню, что, собственно говоря, мы развиваем две ветки по поставке, значит, северный поток и южный поток. На сегодняшний день по сию пору южный поток, в общем, поставляет более 55% газа на территорию, собственно говоря, наших сопредельных государств. Поэтому говорить о том, если мы возьмем, как Крым развивать, да ничего там развивать не надо. Собственно говоря, Газпром проложит свою трубу, и Газпром выдает в обратную сторону, у него отберут деньги для развития Крыма. Посему, а говорить о серьезном каком-то бизнесе в Крыму, ну, это более чем бестолковая ситуация, потому что вот все, что мы сейчас обсуждаем, мне это напоминает старую советскую поговорку, оборот, факт, прибыль искусства. Поэтому это вопрос, как посчитать. Там можно так насчитать. А я уже об этом говорил, что, в общем, Крым это наша следующая Олимпиада, это прекрасно, поэтому зарытые 50 миллиардов долларов в Сочи, это детский лепет по сравнению, сколько можно зарыть в Крым. Дмитрий Потапенко сказал следующие вещи. Ведущая у него спрашивает, да, так, Крым, что вы думаете по поводу возвращения Крыма? На что Дмитрий Потапенко ответил? Да никакого возвращения не было. Кто-то считает это возвращением, кто-то считает аннексией. И этим тезисом он, в принципе, показал, что он считает Крым аннексией. Понятное дело, что это право человека, политика, политолога считать, как он хочет, да, но он назвал эту тему, что Крым аннексирован. То есть, если писать тезисное сопровождение, то первый тезис Потапенко считает, что Крым аннексирован. Я как крымчанин, естественно, в полемику сразу же вступаю, но для того, чтобы вступать в полемику, нужно четко понимать точки входа, да. Потапенко считает, что Крым аннексирован. Дальше он сказал, что Крым аннексирован в интересах Газпрома для того, чтобы сэкономить 50 миллиардов на строительстве Южного потока. Только экономический интерес. А мы с вами помним, да, что бабки на первом месте у кого? Ну, вот уж точно не употребляет. Все выступление Дмитрия Потапенко, я ссылочку с кем, вы можете его пересмотреть, да, оно построено на том, что Крым это, как он там сказал, нет никакой политики, есть только перепачканная в Гуана экономика, да, то есть бабки на первом месте, ценностная шкала Потапенко, бабки на первом месте. Это понятно, потому что Дмитрий Потапенко ритейлер, он держит все эти супермаркеты. Причем это супермаркеты в Чехии, в Бельгии, в Китае и немножко в России. Что такое ритейлер? Это торговец. Что такое торговец? Это второй логический уровень. У торговцев на первом месте деньги и выторг за день, за неделю, за месяц. Краткосрочные балансы. И он, исходя из философии торговца, берет и рассуждает о том, нужно было Крым возвращать, не нужно, потому что там только бабки. И Крым это вторая олимпиада, где будет зарыто 50 миллиардов, а может быть и больше долларов. И это весь разговор относительно того, что Крым аннексирован. Кстати, попутно он там заметил, что экономики в Крыму никакой нет. Развивать там нечего. Что там еще есть? Это вторая олимпиада. И там будет зарыто 50 ярдов денег. Да? Это все тезисное сопровождение, что он сказал. И что еще он сказал? И, 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 и. И, да, в общем-то и достаточно. Четыре тезиса достаточно. И теперь смотрите, как эта справочка может быть написана. Дмитрий Потапенко в 2014 или 2015 году на вопрос телеведущего относительно того, как он относится к возвращению Крыма, ответил, что он считает, что Крым аннексирован. Это он сказал не впрямую, но дал понять, что он придерживается этого же мнения. Что он аннексирован на интересах Газпрома, чтобы сэкономить денег на строительстве Южного потока, поскольку поток будет проходить в территориальных или экономических водах России. А самой экономики развивать там нечего. Там ничего нет. Ну, никакой экономики. И это будет вторая олимпиада. Там будет зарыто 50 ярдов. Сам Крым. Это фишка с поля, дословно. Это фишка с поля, которую Россия забрала, потому что никто не хотел ее забирать. Да, это вот пятый тезис. Крым – это фишка, которую Россия забрала с поля. И вот оно, тезисное сопровождение. И это тезисное сопровождение уже позволяет, например, выходить на ток-шоу и дискутировать с Дмитрием Потапенко, не понижая его, не обесценивая, не говоря, что он там в чем-то неправ. Но, представляете, только наличие тезисного сопровождения уже позволяет победить Дмитрия Потапенко в ток-шоу. Если будет поставлена такая задача. Обратили внимание, как президент проводит прямые линии и ответы на вопросы журналистов. Он сидит с ручкой и пишет на листочке бумаги. Как вы думаете, что он делает? Он делает тезисное сопровождение. Из текста потокового человека, спрашивающего, он пишет пункты плана первое, второе, третье, четвертое, где тезисами, короткими словосочетаниями или предложениями описывается суд сказанного. И это важнейший инструмент, без которого категорически нельзя подходить к анализу никаких событий, будь то выступления политиков, какие-то заголовки или статьи в интернете и так далее, и так далее. И тезисное сопровождение это важнейший инструмент. Кстати, ради прикола, как бы, если бы я, например, с Митрием Потапенко встретился на ток-шоу, как бы я вот это выступление бы, как бы я с ним бы поспорил? Ну, во-первых, у меня есть такая идеологическая установка. Я в последнее время не выступаю на федеральных каналах, потому что там философия такая, чтобы понижать друг другу репутацию. Спорить, вплоть до оскорблений и так далее. А я стал сторонником того, что даже оппонентов не понижать. Не рассказывать, что они плохие, что они нечестные, какие-то нехорошие качества. А наоборот, даже наценивать. И вот исходя из этой философии, я бы, если бы, например, ведущая сказала сначала Дмитрия Потапенко, выступил, как он относится к аннексии, к воссоединению Крыма с Россией, а он сказал про аннексию. А потом бы повернулась бы ко мне и сказала, Дмитрий, что вы скажете по поводу выступления Дмитрия Потапенко? То я бы сказал, что я, первое, я нацениваю сразу оппонента и говорю, я очень уважительно отношусь к Дмитрию. Я считаю его одним из самых подготовленных спикеров в информационном поле. Он хороший оратор и он быстро соображает. При этом очень образно и метко излагает. Но он считает, что Крым аннексирован. Но я как житель Крыма, который крымскую весну прожил сам, я считаю, что он как минимум не в теме, не в предмете. Я предлагаю ему приехать в Симферополь, поговорить с крымчанами, которых на секундочку 2,5 миллиона, и которые своими голосами это все сделали, и поговорить с ними, узнать их мнение. Там русский дух, там Руссию пахнет. Там всего лишь 60 лет, как эта часть РСФСР была отдана Украине, а потом вернулась. Правильно? Да, и крымчане сами расскажут. Так аннексирован или вернулся. Как может Дмитрий Потапенко, ритейлер, который торгует фасованными конфетами, рассуждать за людей, живущих на этой территории? Конечно же не может. Даже по той простой причине, что нет ни одного супермаркета Дмитрия Потапенко в Крым. Если бы они там были, то он бы, наверное, рассуждал как-то иначе. Но поскольку нет, или ему не разрешают, он рассуждает вот так. И я прошелся по первому тезису, и я его опроверг. Естественно, я понизил репутацию оппонента, но я перед этим ее повысил. И поэтому, в принципе, можно идти дальше на нейтралочке. История, что Крым аннексирован в интересах Газпрома, и там, собственно говоря, нечего развивать, и сэкономить на строительстве Южного Потока, это тезис. На самом деле, люди, торгующие в супермаркетах разными товарами, в разных странах, они до конца не понимают долгосрочные балансы. Торгаши интересуют выторг сегодня, завтра, за неделю, за месяц, и они вообще не понимают, что такое государственная политика. Крым – это стратегическая точка, это ключ к Евразии, это ключ к Великому Шелковому Пути. С учетом калибров, если поставить циркуль в Крыму, и прочертить окружность на карте, то дальность полета калибров они захватывают и Лондон, и Северную Африку, и Индийский океан. И, в принципе, это точка, которая позволяет контролировать и Средиземноморье в том числе. Не зря американцы в бытности Украины очень сильно мечтали захватить и Феодосию, и Севастопольскую военно-морскую базу. Смотрите, как рассуждают торговцы. Они рассуждают, что раз там нет экономики, и там нечего развивать, при этом совершенно забывая про туристический кластер, про судостроение, про микроэлектронику, про сельское хозяйство. А там климат, между прочим, намного интереснее, чем на Северном Кавказе. Там сухой морской климат, а это и капитализация туристического кластера, и сельское хозяйство там достаточно интересное, с учетом, естественно, мелиорации. Но вот это все сектора экономики, торгашу, который торгует фасованными конфетами, вообще непонятно. Я бы предложил Дмитрию вложить деньги в какие-то другие бизнесы, ну, например, в судостроение, в электронику, да, и развивать не только торговлю, балансы расширятся. А теперь представьте на секундочку, что американцы бы захватили Севастопольскую военно-морскую базу. Представляете себе, сколько времени и денег надо было бы вложить в Новороссийский военно-морскую базу, для того, чтобы хоть как-то компенсировать эти стратегические потери. Вы представляете себе, с государственной точки зрения, какой долгосрочный баланс? Там не одно десятилетие надо вкладывать бабло, несоизмеримое с Олимпиадой. И то мы бы не отыграли взад вот эту вот потерю Севастопольской военно-морской базы. Правда? И получается, что человек, который рассуждает краткосрочными балансами торговца, судит государственную политику, судит настроение русских людей, живущих там и, между прочим, выступающих за воссоединение с Россией, все 60 лет. И фактически понижает репутацию Российской Федерации и ее руководство, создавая вот этот либеральный шум. И сбивая с толку людей, которые до конца этого всего не понимают. Смотрите, что я сделал. Я взял, написал тезисное сопровождение. Я ответил на вопрос, кто, говорит, Дмитрий Потапенко, ритейлер, торговец, краткосрочные балансы, судит государственную политику, точно не торговлю, точно не экономику, а более долгосрочные балансы, и у него не получается. Просто потому, что способ мышления торговца и способ мышления государственника – это разные временные лаги. Торговца интересует вытарг сегодня, завтра, послезавтра месяц, сиюминутная прибыль, бабки на первом месте, миллиарды для «Газпрома» на первом месте. А государственника интересует, кто здесь будет жить через 50 лет и что для этого надо. Севастопольская военная база, российская, экономика, люди, ну и так далее, и так далее. И даже тот афоризм, там выступление Дмитрия Потапенко, есть афоризм, который звучит следующим образом. «Оборот факт о прибыли искусства». Вот так он сказал. Обратите внимание. То есть он, рассказывая о том, сколько денег потрачено на возвращение Крыма, он как циничный торговец говорит, ну, «оборот факт о прибыли искусства». И таким образом, он еще раз подтверждает, что в его иерархии ценностей, бабки, вытарг на первом месте, родина, наши люди, и украинцы, и русские, все люди, которые говорят на русском языке, у всех, у которых культурный код, у всех, которые рожают детей, которые будут здесь жить через 30-40 лет. Это все пустой звук. Деньги на первом месте. Торговое мировоззрение. Торгашеское. При этом подготовленный спикер. И достаточно по тезисному сопровождению подсветить вот эти моменты, и победа в полемнике, она уже просто держится в руках. И, в принципе, через тезисное сопровождение можно готовить спикеров, готовить их для публичных ток-шоу. И вот этот пример достаточно яркий. Как анализировать, распаковывать людей через их тексты, через их высказывания, через их комментарии. Как это все превращать в тезисное сопровождение. Буквально 3-4 пункта. И как потом использовать, либо для написания справки и передачи в другую, в другую структуру, наверх, например, в продакшн, который готовит ток-шоу, или еще какие-то действия. Вот этот интеллектуальный прием, он крайне необходим всем без исключения журналистам. Он крайне необходим всем без исключения руководителям. Вы представьте себе, какие возможности возникают при анализе заявлений, высказываний, простых людей, сотрудников на вашем предприятии. Первое, что надо сделать, это составить психологический портрет человека, напротив, и разложить его высказывания на тезисное сопровождение. И это уже практически 80% работы. Если вы разложите на тезисное сопровождение любое высказывание, любое событие, любого политика, вы уже фактически победили. Вы можете составить все необходимые документы, осуществить документоборот, убедить людей простой бумажечкой в одну страницу. И вот такая работа с информацией позволяет на шаг, на два, а то и на десять, опережать мышление всех других людей. Даже если они подготовлены в зарубежных центрах по подготовке ораторов, политиков и политологов, и они очень хорошо держатся перед камерой. Тезисное сопровождение – это наше все. А что такое справочка, которая пишется на страничку? Я хочу ее структуру сейчас написать. Структура написания справки по тезисному сопровождению. Структура написания справочки очень простая. Это надо запомнить, как очень наша. Вообще, на самом деле, это структура любого монологического текста, письменного или устного. Это структура любого сценария, любого фильма, документального, художественного, игрового. Это структура публичной речи. Это четырехактная структура. И звучит она так. Тема, проблема или список вопросов, которые надо решить. Третья, решение проблем или списка вопросов, побуждение к действию. Тема, проблема, решение проблем, побуждение к действию. Тема, проблема, решение проблем, побуждение к действию. Еще раз повторяю. Тема, проблема, решение проблем, побуждение к действию. Смотрите как это выглядит например в монологе самого Дмитрия Потапенко. Спрашивает ведущая, как вы относитесь к возвращению Крыма? Тема возвращения Крыма. И Дмитрий Потапенко говорит, да не было никакого возвращения. Кому-то возвращение, кому-то аннексия, кто как посчитает, но я считаю, что никакого возвращения не было. Он фактически говорит, Крым аннексирован. В изложении Дмитрия Потапенко тема «Крым аннексирован». Дальше. Проблема. Почему аннексирован? И Дмитрий Потапенко во втором акте берет и рассказывает. Там нет экономики. Крым забрали как фишку с поля для того, чтобы Газпром построил Южный поток, для того, чтобы мы продавали газ и только в интересах Газпрома. Крым забрали. Самой экономики там нет. Это все второй акт. Развивать там нечего. А на самом деле Крым никому нахрен не нужен. Оборот это факт о прибыли искусства. А я как человек, занимающийся экономикой, считаю, что это пустые хлопоты. Решение проблем. Он говорит, да ничего там развивать не надо. Крым это вторая олимпиада, там будут зарыты деньги. Там нет русских людей, там вообще чужая территория. И побуждение к действию. Давайте считать, что Крым аннексирован. В принципе образовалась драматическая кода. Крым аннексирован в начале, Крым аннексирован в конце. И это драматическая кода. Драматическая кода это две опорные точки в начале и в конце, которые как бы повторяются и создают рефрен. Ну рефрен это запоминающийся тезис. Практический мем. Это управляющий модуль. Вот так вот выглядит четырехактная структура в монологе. Как можно написать справку или написать выступление публичное в оппонировании Потапенко? Ну давайте напишем справку. Дмитрий Потапенко, известный политолог, в 2014 году дал комментарий по возвращению Крыма. Это я первый акт. Что происходит? Я описываю ситуацию со стороны. Дмитрий Потапенко дал комментарий на ТВ. И дальше я беру и расписываю второй акт. Список вопросов, которые озвучил Дмитрий Потапенко. Он считает, что Крым аннексирован, что он аннексирован в интересах Газпрома, что промышленности и экономики там нет. Развивать там нечего. И Крым это вторая олимпиада, где будут зарыты очередные 50 миллиардов. Считаю, что торгашеское мышление Потапенко, который рассуждает краткосрочными балансами и совершенно не понимает долгосрочные цели государственнической политики, являются деструктивными и требуют активной полемики в обществе. Обсуждение и развенчивание этих либеральных идей. Предлагаю создать группу спикеров, которые разложат любое выступление торгашей на молекулы и создадут требуемое информационное поле. Смотрите, я написал справочку. Четыре акта. Первый акт – тема, что случилось. Второй акт – список вопросов, которые там описаны. Третье – как я предлагаю все эти вопросы разбирать и реагировать. Стратегически. И четвертое – что я предлагаю сделать здесь и сейчас тактически. Побуждение к действию. И вот это и есть краткое изложение справочки. Вот это я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, не сильно занудил академический час. Давайте посмотрим, что вы тут пишете в вопросах. Раз, два, три. Меня слышно. Так, звука нет, звука нет, звук есть. Может, на микрофоне выключатель. Грамотно сформулированный вопрос, половина ответа. Дмитрий, судя по всему, вы показываете, как оперативнику необходимо работать с информацией. Ну, можно и так толковать. Так, торгаши забывают про все, когда у них перед глазами стоит количество нулей. Справка – это меморандум. Да, можно и таким нерусским словом. То есть, это короткий документ, в котором кратко излагается суть обсуждаемых вопросов. Так это же спин методика в продаже. Да, конечно, да. А вы думаете, методология разная в продажах или в социологии, или в управлении социальными группами. Дмитрий, успехов. Спасибо. Разные цели и задачи. А, ну это люди между собой дискутируют. Ну, в общем, сегодня такая обзорная лекция по короткому инструментарию, что такое тезисное сопровождение. И как это тезисное сопровождение позволяет работать на уровне написания справок или дискуссии с оппонентами по ключевым вопросам, которые влияют на настроение людей, на состояние духа, на плотность строя, на моральное состояние населения. Собственно говоря, вот это я хотел сегодня рассказать. Если у кого-то есть вопросы, то вы, конечно, задавайте. А если вопросов нет, то всем хорошего вечера. Спасибо, да. И вам спасибо, что нашли время. Хорошо, коллеги. Всем хорошего вечера. До новых встреч в эфире. Следите за объявлениями на канале. Мы продолжим нашу практику. Я завтра анонсирую еще серию лекций. Надеюсь, вам тоже будет интересно.